Успится по первой дне записи 6 человек. Пенсионеры, процессдольные, инвалиды, лидеры громадских организаций. У каждого свои, неподобные на иншие проблемы. А вот самыми популярными у грамадян по ранейшему застаются пытания жилево-коммунальной господарки. До помогчей вырошить их в ближайший час имкнется Олег Левшунов. У палате представников он працует уже три годы. За этот час, каже, переконался, что до помогчей можно каждому, а лишь работать это требует только в рамках закона. Пускай не сразу бывают такие, но решаются вопросы. Можно ряд примеров привести. Пожалуйста, было обращение по нашему дворцово-парковому ансамблю как-то, значит, поручни, вот спуск к набережной реки. Я очень благодарен городскому исполнительному комитету, значит, и руководству дворцово-парковому ансамблю, администрации района, которые тут же активно включились. Для некоторых визит до депутата уже не первая инстанция. У пожуках правды Светлане Лапу пришлось обобить не один порог администрационных будинков. Девчина заявляется инвалидом первой группы, выросла в интернате. Однако при этом засталась безльгодная жилье. Пенсия складает 2,5 миллионы. А малюсёсы ходят на рынок квартиры, коммунальные послуги. И навыд у таких непростых обставинах у ЕЕ отрымливается займаться громадской работой. Светлана заявляется лидером волонтёрского руху, пахове бездомных живёл, подарим шанс, якой иснує на особистые сродки активистов. Я осталась без жилья, несмотря на то, что выросла в интернате. И вот на сегодняшнем заседании у депутата я ещё просила, чтобы рассмотрели вопрос с моей жилищной ситуацией. Я очень надеюсь, что нас не только выслушали, но и услышали. И всё-таки будут предприняты какие-то меры. Кроме этой проблемы, Олегу Леушунову треба будет вырошить широк пытаний у інших громадян. У ответной инстанции будут накерованы депутатские запыты. Исподиемся празд месяц. А минавито стольки. Дводится на разгляд одного сворота, на одну проблему у житей этих людей станет меньше. Ганна Ковалёва, Александр Токаро, Телерадиокомпания «Гомель».